И вот можно о разном говорить, когда мы касаемся темы Евангелия. Какие у вас первые мысли, когда мы говорим Евангелие? Вот кто-то говорит, Евангелие, что для тебя Евангелие? Ну это брошюрки раздавать на улице. А для кого-то Евангелие, что там еще? Какие варианты Евангелия? Когда мы, знаете, вот слышим, вот через старое мышление Евангелие. А? Какое-то длинное слово. Да, свинку. Длинное слово человеческое и непонятное, да, какое-то? Греческое. Пустили по радио когда-то телепрограмму. На Лазове, да, там, ну как бы, вот. Но, знаете, Евангелие, смысл Евангелия, это радостная весть. То есть, когда ты понимаешь Евангелие, то у тебя будет буквально, ты будешь слышать Евангелие, и у тебя сразу, вот так будет, так должно, такая должна быть реакция. Потому что Евангелие, это исключительно освобождающая вещь. Потому что Евангелие означает, что то, что не мог сделать человек, то, на что человек был вообще, как Дима сказал, не способен, и полностью провалил все. Бог сделал это все сам. И вот теперь в процессе нашей жизни мы познаем глубину этого подарка. То есть борьба находится не со стороны нашей какой-то преграды между нами и Богом. Религия, она пытается закинуть нас обратно, как будто бы что-то не доделано. И нас все время выбрасывает в то место, где мы пытаемся достичь. То есть всегда, когда ты будешь чувствовать напряжение в попытке достичь, это будет говорить о том, что это религиозный дух, который толкает тебя достигать то, что тебе уже дано. И когда, вот мне, например, очень помогло, один проповедник, он сказал, я не достигаю Бога, Бог уже достиг меня. И я научилась падать в эту реальность. Вот давайте сейчас я просто это озвучу еще раз. Я не достигаю Бога, я не напрягаюсь, чтобы достичь Бога, я не дистанцирован от Бога. Бог уже поймал меня, Он уже достиг меня, Он уже во мне, Он это сделал сам. И вот давайте мы сейчас просто полминутки просто помедитируем. Знаете, что такое медитация? Это глубокое размышление, это сердечное размышление. То есть мы включим сердце, чтобы осознать эту реальность. Вот буквально там, ну там, несколько, пару десятков секунд проведем над этим. Я не достигаю Бога. Мой Бог сам это сделал, Он меня уже достиг. Он сам это сделал. Я отдыхаю в Его любви, в Его присутствии, в Его безусловной, принявшей меня любви. Он достиг меня. Он достиг меня так, как я бы никогда в жизни не смогла его достичь. Он достиг меня на самом глубоком, самом запредельном моему пониманию уровне. Ничто не может отделить меня от Него. Дух, который живет во мне, святой. И я святая. Мне не надо бороться за благоволение Бога. Мне не надо напрягаться. Он все делает своей силой, своей благодатью. Я ничего не могу сделать хорошо, потому что Его стандарты слишком высоки. Поэтому Он делает сам. Вы чувствуете, как это снимает напряжение? Нам нужно, знаете, это необходимость. Нам не нужно, как мы должны, но это необходимость. Это наша пища. Погружение в то, что Бог уже сделал для нас. Потому что вся война идет в нашем разуме. Потому что враг атакует именно разум. Он ничего не может у нас украсть. А вот разум он может атаковать. Поэтому он пытается посеять вот эту ложь. И что еще происходит? Давайте вернемся в Эдем. В Эдеме было два дерева. Дерево жизни и дерево добра и зла. И дерево добра и зла – это прообраз религии, прообраз закона. Это прообраз праведности от дел. Ведь на самом деле мы все стремимся чувствовать себя невинно. То есть, по сути дела, от грехопадения, от Эдемского сада, каждый человек, мы стремимся, гонимой нашей совестью, почувствовать себя правыми, почувствовать себя невиновными. Потому что мы были рождены, люди, в мир, который устроил Бог. И в нас там записан вот этот закон угождения Богу. И мы не хотим быть отвергнуты. Мы внутри себя, вот совесть наша, она указывает нам. Если мы хорошо себя ведем, она нас – молодец, все хорошо. Если мы опростоволосились, она нас наказывает. И она наказывает нас болью, чувством недостоинства, чувством разочарования. А для чего? Не для того, чтобы загнобить, а для того, чтобы вернуть нас на путь истинный. Но если у нас, мы живем, то есть враг посадил в Эдемском саду в наше сердце, как бы дерево добра и зла. И дерево добра и зла производит плод. Вот этот гнилой плод. Когда-то я читала книгу Рика Джонера «Факел и меч». И там очень такое, знаете, это видение, которое Бог ему дал, очень живописно открывает вот эту картину того, как тело Христа отравлено, отравлено плодами с дерева добра и зла. То есть настолько хитро враг посеял в учении, в теологию, в то, как тело Христа функционирует, функционал, как мы функционируем. Как сказал когда-то Эндрю Мюррей, он был проповедник и он был пробужденец, и он сказал, если бы в теле Христа, когда человек приходит к Богу, его бы вместо того, чтобы учить правилам, научили, как жить в Иисусе, что это означает, ты уже привит к Иисусу. Вот если бы нам дали качественное учение, такое практическое, к тому, как, а что это означает для нас, а что это такое жить на лозе, что это такое быть в нем, что это такое Бог живет во мне, что это означает, как это проявляется и так дальше. Если бы мы практиковали это, и наш фокус был на этом, какими бы мы были, насколько бы люди в церкви зависели бы от других людей просто, или бы они зависели действительно от Бога, или бы они росли здоровыми. Так вот, по поводу видения Арика Джойнера, была страшная вещь. Вот дерево, оно росло, и чем больше люди ели от этого дерева, тем оно становилось больше, и плоды этого дерева были зловонные. Но каким-то образом люди тянулись и с жадностью их ели. И ужасная вещь состоит в том, что, несмотря на то, что это дерево ужасное, и оно, плод его отвратительный, но скажите, насколько хороший плод в вас производит законничество? К чему оно приводит в вашу жизнь? Греху. Греху, вот именно. Чем выше закон, вы знаете, чем больше люди самоправедные, чем больше они кричат о законе, тем быстрее они падают. Потому что это все от гордости. С законом познается грех. Да. И поэтому люди, странно, но почему-то эти плоды по-прежнему люди едят. И знаете, что происходит с людьми, которые едят эти плоды? Они становятся злые. Чем больше люди едят от дерева добра и зла, чем больше даже верующие едят от этого дерева, тем более злыми, гневливыми, раздражительными они становятся. Вот в чем беда. Но если ты ешь от дерева жизни, всегда у тебя будет все больше и больше свободы в сердце, все больше и больше радости. Ты думаешь, это связано с твоими хорошими обстоятельствами? Нет. Обстоятельства пойдут за тобой, за твоей радостью. Но ты же будешь свободен, вопреки всему, просто из-за того, что ты питаешься от дерева жизни. И все. То есть настолько Иисус, дерево жизни, радикально другой. Иисус, дерево жизни, это не улучшенный закон. Это вообще по-другому. Очень показательным является разница между Ветхим и Новым Заветом. В каком смысле? В том, что Ветхий Завет написал тот же самый Бог, что и Новый Завет. Тот же Бог, который открывается в своей святости, в осуждении греха. Мы видим, что там происходит. Страшные вещи. Для гуманиста современного это просто ужас вообще. Это триллер. Просто жуткий. Вообще жуткий кошмар вообще. Мы читаем так, знаете, как вроде. Так это же реальность. Там такое творилось. И это тот же самый Бог, который открывается в Новом Завете. У него настроение изменилось? Бог говорит, нет, я тот же самый. Но те, с кем я имею дело, изменились. Настолько изменились мы, настолько это по-другому, настолько по-другому, что Бог тот же самый, который так кажется таким жестоким в Ветхом Завете, открывается полным любви и благодати в Новом. Потому что Он говорит, теперь я могу изливаться. Что-то случилось с нами гораздо большее, чем мы думали. Что-то намного большее с нами случилось. Какая-то просто невероятная трансформация, из-за которой Бог Святой не просто теперь не злится на нас, а буквально живет в нас. Что-то большее произошло. Нас не починили. Нас вообще изменили. Нас убили и воскресили. Нас убили и воскресили. Мы прошли через смерть. Мы буквально прошли через смерть. И как-то мы молились. Вот здесь была молитва. И у меня очень сильно это переживание было. И знаете, я не тот человек, который видит какие-то яркие видения и так дальше. Я вот здесь знаю. Вот у меня Дух Святой открывает мне, как вот вера. Вот тут ты знаешь и все. И мы поклонялись. И я помню момент, когда Дух Святой заговорил о смерти Иисуса. И Бог привлек внимание к смерти Иисуса таким образом, что вдруг я в Духе почувствовала ее красоту. И она начала меня притягивать. Она влекла меня. И Бог проговорил, вы не знаете еще достаточно славы смерти моего сына. Вы не понимаете. Вы проходите мимо. Тема смерти неприятна. Тема смерти неудобна, некрасива. И враг использует это для того, чтобы вот тему смерти мы проскочили и быстренько побежали уже в воскресенье. Но вот что сказал Господь. Именно потому, что вы не осознали, не поняли, не съели, не вкусили саму смерть, вы не поняли и свое воскресенье. Он сказал, вы убегая от темы смерти, вы просто пропустили полноту воскресенья. Дело в том, что, смотрите, что делает враг. Он сводит все к словам, просто к букве. Он сводит все так, вроде это какая-то теория, какая-то философия. Но когда Бог говорит какие-то вещи, Он имеет в виду буквальные вещи. Наш разум, он просто борется с этим. Наш разум не готов принять реальность как таковую. Если только мы не решим это в своей воле, что я выбираю принять это как реальность. Мы постоянно читаем, что мы умерли, мы распяты, мы погребены и воскресли. Послание римлянам говорит нам об этом. В чем заковыкал? В том, что мы не принимаем это буквально. Понимаете? Мы не принимаем это буквально. То есть мы это принимаем, но не до туда. Мы как бы принимаем. Но правда в том, что мы мистически были помещены в тело Иисуса. Он взял наш грех. Мы были распяты. Мы сца распяты. Слово об этом говорит очень ясно. Одно дело, что я верю в Иисуса, который был распят за меня. Другое дело, если я верю, что я была распята в Иисусе, что я была в могиле, что я была мертва, что я воскресла, тогда дело по-другому выглядит. Если это было я, то дело выглядит иначе. Тогда закон действительно удовлетворен. Мы недооцениваем, насколько глубоко внутри нас дерево добра и зла пустило корни. И мы, пробегая мимо, как бы не выкорчевывая эти вещи, уживая, то есть смотрите, что происходит. Мы Иисуса, вино Нового Завета, разбавляем. Мы его разбавляем, и в результате мы имеем полу Иисуса, который не работает. Иисус в том, в том Иисусе состоит, что Он буквально заменяет закон. Он буквально исполняет закон сам. В чем, скажите мне, в чем Иисус исполнил закон? Что означает, что Он исполнил закон? Ну, как бы уже без греха, получается, был. А на Него лег грех в этом законе. Угу. И? И? А? Все требования законов. То есть Он правильно, 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 правильно прожил, да? Принял жертву. Он умер. Он умер. В этом исполнении закона. Поймите, что суть, в чем исполнил закон Иисус, в том, что Он не убежал от наказания нашего. Он принял наказание. Ты уже был наказан. Ты здесь сидишь, ты не знаешь, что завтра ты нагадишь. А ты уже, а Иисус уже принял твое наказание. Еще не случилось то, что случится, а Он уже принял твое наказание. Тогда уже принял твое наказание. Поэтому это по-другому. Мы должны понять, что закон, когда подходит себе закон и пытается тебя обвинять, но этот закон уже исполнен. Мне нравится, как Павел. Конечно. Почему? Не потому, что ой, подобрел Господь и передумал меня наказывать. Нет. Бог святой. Он такой святой, что нам и не снилось. Мы себе представить не можем, что и святость Бога. Это просто глупо. Знаете, люди пытаются так правильно и неправильно жить. Вообще, люди, вы смешные. Вы что, видели Бога? Вы что, знаете Его стандарты? Откуда вы знаете, что вы Ему угодили? Ну, как вы думаете, что вот, ну, сегодня так постараюсь? Это вы себе угодили, а не Богу. Это вы с собой как-то там договорились. Это вы чувствуете себя хорошо, потому что вы сами себе понравились в том, что вы сделали. Но это не Бог. Понимаете? Стандарт Бога настолько запредельно выше, что ни один человек не может не может его исполнить. Поэтому Бог пришел на землю, стал как мы, будучи святым по рождению, и умер за нас, приняв наш грех, святой за грешников. То есть, Он пришел именно с целью вобрать наш грех и умереть за нас. Но через веру мы мистически вложены в него. Тут такая вещь, то есть, ты же буквально не помнишь, как тебя распинали? И твой мозг отвергает эту реальность. Он говорит, ну, это как бы иносказательно. Вот такая штука, да? Ну, иносказательно как-то. Ну, как бы да, но нет, в общем-то. Ну, как бы про Иисуса. Но дело в том, что если бы это было не так, ребята, Дух Святой не мог бы поселиться внутри вас. Потому что вы грешники. Тогда ничего не изменилось. Но из-за того, что вы действительно мистически были помещены в Иисуса, вы действительно прошли через смерть, агонию, вот это нахождение в аду и так дальше, и воскресли для новой жизни. Вот в чем была цель Бога. Разобраться с вашим грехом на кресте, то есть то, что действительно Бог имел против нас. То есть сам грех, сама природа греха. Вот опять, речь не идет о поступках самих. Речь идет буквально о природе греха. О том, кем мы были. То есть мы были человеком греха. Внутри нас наша внутренность была осквернена грехом, как субстанция, как личностью буквально. То есть это было внутри нас. Что, засыпаете? Разбудите? Вот. То есть смотрите, внутри нас это было. Поэтому Богу нужно было вытащить это буквально из нас. Поэтому это можно было только убить. Только убить. Вариантов нет. Никаких других. Только убить. 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 Менять нельзя. Чинить невозможно. Можно было только уничтожить. Поэтому Бог пришел для того, чтобы буквально убить. Ребята, если, вот знаете, вот если бы сейчас до всех нас дошло, что мы действительно праведники, не по делам, но мы праведники, не по делам, но праведники, то есть невинные. Невинные. Невиноваты мы больше. Ты же вот такой еще несовершенный, столько всего делаешь. Ну и что? Ну не об этом. Эта штука была посеяна деревом добра и зла. Человек, дерево добра и зла говорит, делай хорошо, тогда ты хороший. Делаешь плохо, ты плохой. Делаешь хорошо, хороший. Делаешь плохо, плохой. Закон приходит и говорит, если исполняешь закон, хороший, благословлен, праведник. Делаешь плохо, наказан, неправедник, беззаконник. Приходит Иисус, убивает проклятие закона, оставляет только благословение. И вот ты идешь, ты праведник, Иисусом Христом, не делами. Ребята, ну это самая важная штука, это должно быть забито. Бог мне сказал, проблема детей моих в том, что у них мышление грешников, у них не мышление праведников, они думают о себе по-прежнему, что они грешники, из-за того, что они часто поступают неправильно. Но наша праведность уже не связана с нашими поступками, потому что Бог дал нам свою праведность. Он не дал нам одежду, которую мы пачкаем, он нам оттирает ее снова. Это другое, это праведность Бога, это уже его праведность. А вот благословение, которое она несет, оно открывает нас, как детей. Вот когда мы действительно принимаем эту реальность, вопреки нашим посту, то есть мы уже не основываем нашу праведность на поступках. То есть мы основываем свое осознание невинности только на той благодати, которая нам дана. Мы смотрим на него каждый раз. Хорошо мы себя ведем, мы смотрим на него. Плохо мы себя ведем, мы смотрим на его красоту. Его красота никак нельзя, не может быть опорочена, она не может быть осквернена. Вот кто мы есть. И вот когда мы так смотрим на себя в нем, мы начинаем становиться добрее, мы начинаем переставать бояться, чувствовать вину, мы начинаем уверенность переживать, мы начинаем приносить нормальный плод, дерево жизни. То есть вот как Бог, Он нас привил к дереву жизни, поэтому пить нам надо от дерева жизни. Все, что у нас старое, осталось только не обновленный разум. Еще одна, я много раз об этом говорила, очень серьезная твердыня. Это твердыня, которая посеяна в теле Христа, и я говорю, это ересь, которая противоречит духу Христа и его славе. Эта ересь называется, что у верующих есть греховная природа. Это очень серьезная, на первый взгляд, такая небольшая штука, но на самом деле, если человек верит, то, что в нем есть и новое, и древнее, вот просто новое и старое природа. Причем это не просто старый ум, а природа, понимаете? Природа, это больше, чем просто твое старое мышление. Если тебе говорят, у тебя природа ветхая, то это говорит о том, кто ты есть. Природа, это то, кто ты есть. Вот в этом и опасность. Там, где враг посеял эту ложь, вот эту раздвоенность в верующих людях, это законнический дух. Он пришел, и он узаконил, легализировал осуждение в жизни верующего. То есть, человек постоянно сражается между этих двух образов себя. Он не понимает, какой же я. Я хороший или я плохой? Я хороший или я плохой? Значит, ага, если я хороший, если я в Бога верю, вот все правильно, вот, значит, я праведность Божья, аллилуйя. Так а где тут Иисус? Точно так же в Ветхом Завете люди поступали. Где же тут Иисус? Где же тут слава Иисуса? Где же здесь завершенная работа на кресте? Понимаете, как религия делает? Она называет вещи, как бы, как будто они живые, а на самом деле сути не дает, забирает эту свободу. Итак, кто я? Иисус и я, мы одно, мы слиты вместе. Бог меня втянул в себя и сам вошел в меня навсегда. Мы соединены. Это таинство. Это таинство. Он стал мной, понимаете? Он стал моей праведностью. Он теперь отвечает. Если враг приходит, то он имеет дело с праведностью Бога, а не с моей. Я такая же, как и была. Я несовершенная в каких-то путях. Но чем больше я принимаю это прощение, тем увереннее я становлюсь. Чем увереннее я становлюсь, тем я соответственно веду себя, как праведник. Тем легче мне противостоять греху. Именно оттуда мы пьем. Но если же я ем от дерева добра и зла, я постоянно буду питать вот эту раздвоенность в себе. Где находится раздвоенность? Просто в уме моем. У меня в разуме еще старые программы, которые осуждают меня. Теперь еще одна вещь, о которой хочу поговорить. эта тема, я с разной стороны ее касаюсь, но я верю, что это очень важная вещь для обличения. И так далее.